Это событие явилось началом коренного поворота в ходе войны. 80 лет назад советский солдат отстоял столицу. Окончательно был провален план гитлеровской армии быстрой войны. Вот что главное. Кто-то воевал на фронте, кто-то усердно трудился в тылу. Все добросовестно. Вклад каждого был важен, говорит Зоя Ивановна Федорова, ветеран Великой Отечественной войны. Жительницу Монина Зою Федорову война застала по окончании ею седьмого класса. Будучи еще совсем девчонкой. Зоя отправилась на торфоразработки. Работа тяжелая, но легко не было никому. Победа ковалась и на фронте, и в тылу. В театрально-концертном центре Щелковский театр Зою Ивановну поблагодарили за ее вклад. Здравствуйте. Для меня огромная честь иметь возможность сказать вам спасибо от лица местного отделения партии «Единая Россия» вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам большое. Пусть всегда будет небо сильным. Люди, на веки мир сохраним. Никогда на камень не встанет Россия. Русский народ не поменит. Подарком для приглашенных ветеранов, детей войны, тружеников тыла стал концерт ансамбля русской песни «Распевы». В этот день в Щелковском театре звучали композиции военных лет, довоенные, современные произведения. Любимые песни зрительный зал пел вместе с артистами. Старшее поколение, присутствующее на этом концерте, получило истинное удовольствие от прослушанного и увиденного. Я знал, знаю и уверен, что так и будет дальше, что ансамбль, который существует в прекрасных стенах этого культурного учреждения, театрального центра, не раз порадует и радовал нас всех своими замечательными русскими песнями «Здоровье, счастье, благополучие, мирное у него над головой». Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...